В прошлой серии бедной Насте. Я не ошибся, восстановив вас при дворе. Пожила душа моя в надежде. Мари, это моя любимая книга. Тебе известно, что ты о князе-долгоруком? Ты об убитом охотнике? Об убитом? Корабленый. Корабленый. Может, не в картишке ли господин Завалой? Спустил все в свое поместье. Не исключено. Судя по всему, ему не слишком везло. Поделитесь, княгиня, каково это? Убить человека. Как приятно видеть при дворе полной жизни и радости лица. Я надеюсь, мадемуазель Натали, вы будете часто одаривать императора своей милой улыбкой. Благодарю вас, ваше величество. Мне очень приятно слышать от вас столь лестные слова. К сожалению, дворцовый этикет не всегда дает возможность проявить веселый нрав. Но с принцессой Марией я надеюсь, вы не грустите. Кстати, какое настроение? Великолепно. Она с успехом изучает русский язык, и я не даю ей скучать. Я так рад, Натали, что именно вы подружились с принцессой. Мне бы очень хотелось, чтобы она чувствовала себя в России как дома. Но я бы хотел знать, что на душе у невесты наследника престола и в чем она нуждается. Не откажите в любезности сообщать мне каждый вечер, как себе стоит принцесса. Дело государственное. Завтра же вечером и начнем. Так каков ваш ответ? Богатое у вас воображение. Ну, что ж, зовите исправника. Только, дорогой Андрей Платоныч, я ни в чем не виновата. И за чужие грехи отвечать не намерена. Исправника. И в мыслях не было его звать. Отчего же? Вы же считаете меня преступницей? Я не хочу видеть вас в тюрьме, потому что... потому что я слишком люблю вас. И от большой любви обвиняете в убийстве? Ну, неужели вы такая умная, проницательная, не помнили, что я скорее умру, чем предам вас? Я уверен, я рассказал правду. Представляю, каково вам жить с ней. Все думают, что вы кремень, а у вас душа хрупкая, как цветок. Ничего не понимаю. Ваша тайна умрет вместе со мной. Я предлагаю вам посильную помощь и защиту. Вы мне тоже очень симпатичны, Андрей Платоныч, но... Теперь у нас есть тайна. Она связывает нас сладкими узами и заставляет трепетать сердце. О, вы поэт. Я восхищаюсь вами и верю. Для вашего поступка были веские причины. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любви. Я все-таки тебя люблю, Душа моя, При имени твоем ты пещет, Печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Более чем я должна была его уничтожить. Надеюсь, когда-нибудь вы мне обо всем поведаете. Иван Иванович! Иван Иванович! Майя Алексеевна! Вы? А кто же там? Мне очень жаль. Петр! Княгиня. А вы, значит, сводник? Майя Алексеевна! Майя Алексеевна! Я убила его. И убила бы еще раз. Княгиня. Дядя! 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 Отпустите же! За детьми следи! А ну, отстаньте! Сядьте! Кому сказано? Ужу я вас сейчас дьявольское дурочек! Кажется, снова идет твой управляющий. Королл Модестович, тебе лучше спрятаться за кибиткой. Спасибо, спасибо, Ранна. Зачем тебе прятаться от управляющих? Да потому что я беглая. Что? Да, Лиза. Барон воспитал меня как благородную, а я оказалась крепостной. Меня хотели отправить в Архангельс, но я сбежала. Крепостной? Да. Простите меня. Простите. Доброй ночи, Лизаевна Петровна. Не успел поздравить вас со свадебкой. Пользуюсь случаем. Замечательный вам супруг достался. Вы просто... Золотой человек. А с кем это вы сейчас тут стояли? Не с Аннелли случаем? Я что-то в темноте не разглядел. Неужели это правда, что Анна крепостная? Да. Это так. Вам супруг об этом рассказал? Нет, сама Анна. А, так она была сейчас тут? Да, я только что с ней говорила. Она все еще здесь? Ваше Величество, я почту за честь выполнить вашу волю, но смею сообщить, что в скором времени я покину службу и уеду в деревню. Я выхожу замуж. И кто удостоен этой приятной чести быть вашим избранником? Князь Андрей Долгорукая, Ваше Величество. Мы уже обручены. О, великолепный выбор. Я изо всех сил постараюсь, чтобы свадебные хлопоты не отвлекли меня от службы ее Величеству и не покину принцессу Марию, но лишь до отъезда в поместье будущего мужа. Но до вашего отъезда, Натали, у нас есть некоторое время. Мне бы хотелось видеться с вами чаще. Благодарю вас, Ваше Величество, но я не уверена, что сумею быть вам интересна. В большей степени, чем вы можете себе это представить. Вы очаровательны и умны. Как жаль, что вы намерены удалиться из столицы. Вероятно, там будет скучно вдали от дворцовой суеты. Рядом с любимым человеком не может быть скучно. Но и в Петербурге для возлюбленных достаточно возможностей. А что если я назначу вашего супруга на какую-нибудь должность при дворе? Он этому обрадуется. Тогда он будет при вас, а вы при дворе. Не каждому выпадает такая удача получить назначение на службу от самого императора. Вы прекрасны и безудержны в своих чувствах. Уверяю вас, Мария Алексеевна, что навечно сохраню вашу тайну. Одно неприятно. Корфорепнин считает, что это я убил барона. У них нет доказательств. Никто не поверит опальному дворянину и его приятелю, изгнанному из армии. А вы богатые, влиятельные. И к тому же предводитель уездного дворянства. И если мы теперь вместе, мы сотрем их из лица земли. Я ваш. Можете на меня рассчитывать. Мне так хочется в это верить. Благодарю вас, ваше величество. Как вы справедливо заметили, мой жених, князь Долгорукий, безусловно, будет рад новому назначению. Он сам в скором времени приедет в Петербург и сможет делом доказать свое уважение и почтение вам. Как и вы, Наталья? Ваше величество. Я прошу отпустить меня к принцессе. Я и так отвлекла вас от государственных дел. Принцесса подождет. Впрочем, как и государственные дела, вы боитесь меня, Наталья? Нет, ваше величество. Я польщина, что вы так внимательны ко мне. Ваше очарование требует гораздо большего, как я был рассеян, что не заметил этого раньше. Прошу прощения. Прошу прощения. Вам что-нибудь угодно, Александр? Нет. Уже нет. Что вас так развеселило, ваше величество? Я рад, что входить без доклада в мой кабинет позволено только сыну. Представляю, что бы завтра началось, если бы сюда вошла одна из фрейлин. Ну, к счастью, фрейлины сюда не заходят без особого приглашения. Воспугает огласка. Поверьте, никто из побывавших здесь не был обижен. Вы говорите о ваших возлюбленных? Но я не из их числа. Это не поздно исправить. Ах, как мы обходимся с императорскими указами. Простите. Простите. Простите, я... мне нужно идти. Так куда, вы говорите, она направилась? Она побежала в сторону Тихих Ручьев. Туда? Туда. Примного благодарен. Обещаю в скорости ее вернуть. Раз уж поместье Корфов теперь принадлежит вам и вашему супругу, то Анна ваша собственность. Ну, а потом делайте с ней все, что пожелаете. мальчик. Тихих Ручьев. Тихих Ручьев. Тихих Ручьев. Наверное, мы теперь с вами нескоро увидимся. если вообще после того, что вы узнали, вы захотите. Это ведь барон Корф решил вашу судьбу. Да. Он приказал всем в поместье молчать, и я не могла нарушить его волю и сказать правду. Но эта тайна всегда была для меня как камень на душе. Вы были и останетесь моей подругой. Если честно, между нами нет разницы. Я так же окружена ложью и так же не принадлежу себе. Моя маменька распорядилась моей жизнью по-своему. Вас продали в Архангельск меня забалую. Я уверена, что у нас еще будет другая жизнь. Простите, я сейчас совсем не могу вам помочь. Может быть, когда я разгадаю тайну смерти отца, я смогу разговаривать с матушкой и моим мужем по-другому. Но сейчас будьте осторожны. желаю вам счастья и мужества. До свидания. Предлагаю выпить за наш союз. В подвале сколько угодно вин. шампанского. ебить? Шампанского. Шампанского. Добрый вечер, Мария Алексеевна. Ну, во-первых, встреча с вами, Владимир Иванович, ничего доброго не сулит. А во-вторых, смею спросить, молодые люди, что вы делаете ночью в моем доме? У нас важная новость. Дело в том, что ваш зять, ваш зять, господин Забалуев... Очередной поклеп на мое семейство. Слушать не желаю. Забалуев нищий обманщик. Вы докатились до сплетен? Он беден. Беден, как церковная мышь. Предлагаю вам поехать с нами во всем убедиться. И куда же? В его так называемое поместье. Не собираюсь никуда ехать. Мария Алексеевна, ваша дочь замужем за шулером. Поверьте. А почему я должна верить вам, молодой человек? Сейчас вернется господин Забалуев из подвала. Мы его и спросим. Супруг у вашей дочери мошенник и голодранец. Речь идет о ее жизни. Я не понимаю, вы боитесь правду знать, Мария Алексеевна? Ну, хорошо. Едем. Убеждена, что все это очередной блеф. КОНЕЦ Какая мерзость. Простите, я бы хотела... Вы похожи на леди Макбет. Нет. Она, очевидно, так же оттирала свои руки. Это всего лишь чернила. Да? В кабинете вашего отца вы... Вы неверно все поняли. Вы не обязаны передо мной отчитываться. Я бы хотела объясниться. Не стоит. Вы взрослые люди. Мне не безразлично ваше мнение. Я не совершила ничего предосудительного. Я обещаю, мое отношение к вам не изменится. Я понимаю, как трудно бывает устоять. Но я не его любовница. Дело времени. Все впереди. Я обручу нас князем Андреем Долгоруким и не желаю быть ничьей любовницей, даже самого императора. Жаль, что тогда я не догадался дать сторожам денег. Мое первое посещение в поместье господин Забалове прошло по-другому. Судя по их радостным лицам, денег они не видели давно. Вы обещали продемонстрировать мне некие факты. Слушать ваши наветы на господина Забалуева я не желаю. Вот вам факты. Оглянитесь вокруг. Такого запустения я не видел давно. Не уверена, что отсутствие мебели и ободранные обои признак нищеты. Возможно, Андрей Платоныч затевал об устройство. Мария Леонидовна, здесь все же это устройство уже много лет. Ну, жил. К тому же он готовился переехать отсюда. Вы меня не убедили. Не спешите с выводами. Это еще не все. В кладовой мы нашли странный шкафчик. С присущей господине Забалуева аккуратностью. В нем по полкам разложены разные лекарства. Андрей Платоныч не очень молод. Что ж с того? Одна из полок целиком заставлена ядами. Ой, не рассказывайте мне сказки. Одной бутылочки с ядом не хватает. И судя по месту, которое она освободила, яд взяли недавно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, молодые люди. Сами все это устроили. Вывезли мебель, ободрали обои. Можем поинтересоваться у сторожей, куда что делось. Но вы же при мне давали им деньги. А теперь хотите убедить меня в их честности? Пустое. Ну, теперь уже вам судить. Так это или нет? Я рассужу. А вот вы лишний раз доказали мне свою беспомощность. Ваше желание опорочить господина Забалуева глупо. У меня одно желание найти убийцу своего отца. И ищите. Я-то при чем? При том, княгиня, что убийцу мы уже нашли. Ваши россказни, я уже слышала. Ах, Владимир Иванович, вы готовы на любую ложь, лишь бы вернуть себе имение. Но все было законно. И банкрот вы, а не господин Забалуев. Мария Алексеевна, чем околдовал вас этот проходимец? Я попросила бы вас выбирать выражение в отношении моих родственников. Я понимаю, но... Повторяю, я не любовница вашего отца. И не собираюсь ей быть. Но, увы, император всегда добивался своего. На этот раз ему придется смириться с отказом. Наталья, но отказ чревает неприятностями для вас и ваших близких. Я понимаю. Но для меня нет ничего хуже без чести. Если понадобится... Вот вам моя рука. Благодарю, но я не могу принять ее. Понимаю. Только потому, что вся перепачкалась в этих проклятых чернилах. Узнаю прежнюю Наташу. Отважную и веселую. Мне совсем не смешно, а очень даже страшно. Я люблю Андрея. И не могу быть ничьей любовницей. Я не рождена для этой роли. В отличие от вашей подрудной Ольги Ковеновской. Мария Всевна, я шампанское принес. А вас нет. Ну. Но нет. Как говорится, и суда нет. Ты что, дура? Простите, барин, испугалась. Испугалась? Чего тебе? Я прощения попросить хотела. За то, что давеча тут вещи распаковывала. Не знала, что вы придете. Простите меня, барин. Погоди. Ну, если распаковывал, так распаковывай. Я люблю, когда народ мне на глазах работает. Сразу видно, кто лентяй. А кто? Ваша правда, барин. Я тебе сразу заприметил. Такая складная девка. Трудолюбивая. Знаете, будет подарочек сделать. Спасибо, барин. Шампанское пила когда-нибудь? Кармадестович угощали однажды. Вот мошенник, а. Ну, я его угощу. Ты смотри, моим шампанским, моих же крепостных угощать. Вот мошенник. Это давно было. Ну, ладно. Не пристало нам с господами шампанское пить. Это я скажу, что тебе пристало, что не пристало. Ну, если вы сами прикажете. Приказываю, приказываю. Спасибо, барин. А жена ваша не ревнивая? А что мне жена? Я здесь хозяин. Будешь ласково со мной, меньше работать будешь. Дело известное, барин. Ну-ка, известное. Так, поцелуй меня. Не могу, барин. Я никогда и не пробовала в губы-то. Ну, я тебе научу. Григорий, господина Заболуева не видел? Да, кажись, в библиотеку пошел. С шампанским. Ступай. Да принеси мне чаю покрепче. Что-то не здоровится. Будь исполнен. Я не хотела никого обидеть. Тем более Ольгу. Но Ольга согласилась стать моей любовницей. Это совсем иное. Ольга любила вас. То есть? Если бы вы любили моего отца, вы бы согласились стать его любовницей? Боже мой, ну как же вы не понимаете? Вы с Ольгой любили друг друга. А для его величества я всего лишь очередная прихоть. Мне необходимо найти выход из этого тупика. Кажется, я придумал, как избежать вам всей этой грязи. Вы имеете в виду мои перепачканные руки? Я имею в виду причуду моего отца. Нам нужно притвориться любовниками, и они не посмеют встать на нашем пути. Часу, часу не легче. Ну я же сказал, притворимся. Надеюсь, что император и так вскоре забудет меня. Как бы не так. Но я прошу вас, подумайте. Это будет всего лишь шуткой. А не оскорбит ли эта безобидная шутка принцессу Марию? С ней мы уже заключили соглашение, что после свадьбы мы будем свободными. Но свадьба еще не состоялась. Вы согласны? Император нам не поверит. В дворце было слишком много разговоров о нас с князем Долгоруким. Вы очень хороший друг. Но я так не могу. Господи, я когда-нибудь отмою свои руки. Жить будешь долго, красавица. Ох, любовь у тебя будет. Здравствуй, Рада. Ночь добрая, барин. Ты не видела, где Анна? Тут мужик какой-то из поместья приходил. Так она с ним ушла. Как? Какой мужик? Это Мадестович. Нужно догнать их. Быстрее. Не надо никуда бежать, Владимир Иванович. Рада пошутила. Действительно, Карл Мадестович искал меня, но тут на помощь пришла Лиза Долгорукая и выручила меня. Пришлось устроить этот маскарад. Ну, как у вас дела? Показали Долгорукой нищие поместья Забалуева. И что, она не поверила? Не поверила, но призадумалась. Мне показалось, что ее больше волновало, как бы мы не догадались, что она нам верит. Вам действительно нужно отдохнуть. Обоим. Ну, кто-то же должен вас охранять. Иди, поспи, Миша. А мне не хочется спать. И вообще, охранник из меня понадежнее. А что ты имеешь в виду? Я с детства любил караульную службу. Ну, давайте, подеритесь еще. Больше уже нечем заняться. И я думаю, что раз Владимир Иванович первым предложил караул, значит, ему и заступать. А вы, Михаил Александрович, можете сменить его. Может, через сколько? Вы решите сами. Спокойной ночи. Предлагаю смену через два часа, Владимир Иванович. Согласен, Михаил Александрович. Приятных вам сновидений. Пойдем со мной. Я покажу тебе местечко, где можно поспать. Не забудь, через два часа. Да-да, конечно, конечно. Пойдем со мной. Спасибо. Пойдем со мной. Приятных вам сновидений, Анна. Спасибо, милочка. Прямо не знаю, как бы я без тебя справился. Это что она тут делала? Да вот не мог бутылку откупорить. Пришлось служанку звать. Вас ждал, а вы куда-то исчезли. Да вот решила прогуляться перед сном по поместью. И как оно вам? Я, Андрей Платоныч, настолько очарована поместьем, что решила сама сюда переехать. С Андреем и Соней. А как же мы с Лизой? А вы поселитесь в своем. Оно же у вас в превосходном состоянии, вы говорили. Конечно. Но место неудобное. С одной стороны озеро, с другой поле, сквозняки, ветры. А если детки пойдут, не дай бог, заболеют. Только поэтому? Неужели я посмел бы что-нибудь скрыть от своей драгоценной тещи? Нужно отдать распоряжение Григорию. А как же я? А вы, Андрей Платоныч, идите в гостевую спальную и ждите меня там. С удовольствием. Мерзавец. Подвец. Мария Алексеевна, звали кого-нибудь? Нет. Таракана увидела. Иди спать, голубчик. Как прикажете? Погоди-ка. Господин Заболуев просил, чтобы к его коляске не приближался ни один человек. Это его приказ. А как же почистить, поправить что-нибудь? Ну, это уж не наше с тобой дело, голубчик. Проследи, пожалуйста. Будет исполнено. Мерзавец. И за это ответишь. И за это ответишь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok